Ну вот подсохло, уж не знаю, что тут с светом будет, ну вроде, вроде бы алюминий, не знаю, надо будет хлопушку повесить, что мне кажется, сирена, да, выглядит немножко сирей, не знаю, посмотрим. Значит, сверху никакой линии не осталось, по бокам эти бомбера тоже все блестят, не видно никаких переходов. Естественно, есть краска на вот этих самых, на резинках от подсохниках, ну что делать? Ну здесь это вокруг тоже все красиво, все нормально. Здесь все аккуратно, покажу вперед, Удобно одной рукой это делать. Ну вот так вот смотрится этот уголок. Тоже, по сути, никакой тут линии нет, ничего, ничего не видно, все идеально. Ну вот, как говорится. очень хорошо хорошо очень хорошо вот так, давайте connect первое у меня в степени очень хорошо хорошо Доброе утро! Светом получилось все хорошо. Ну, есть какое-то отличие, но незначительное. На камере выглядит хуже, чем в живую, на самом деле. В живую практически нет отличия. Хотел вас приколоть. Кто-то мне там вначале писал, что вот ты с собой с Россией шторпивные ящики вез. Нет, пиво здесь продается в таких картонных коробках, либо в таких по 6 штучек тоже такая картонная держалка, картонная сетка. В таких ящиках продается на самом деле молоко. Вот в такой ящик влезает 6 больших бутылок. Можно заказывать доставку или можно самому ездить на ферму. Это я честно экспроприировал с одной молочной фермы. Когда красил бампер, я вот прям чувствовал, что кто-то из зрителей наверняка переживал за парктроники, что как-то, как ты, сволочь, залипушник. Что ж ты парктроник хотя бы не обклеил или не вынул. Нет, господа, не для этой машины. Она поедет и так. И сейчас я вам кое-что покажу. То есть самая претензия обычная, это не сенсоры, а вот эта вот резинка, которая закрашивается, становится в цвет машины. И из-за этой резинки люди часто стараются вот это все дело обклеивать. Я не обклеиваю, я делаю вот так вот. Выдуваю воздухом. Там вот осталось, остались две штучки. Такие вот. Покорябую их сейчас. Покорябую их немножко шпателем. Пластмассовым. Опять Туну. И все красиво. Здесь тоже чутко там снизу осталось. И все. Ну вот и все. И новый бампер. Как будто никогда не крашеный. Так что не стоит, господа, переживать за сенсоры. Все выглядит красиво. Вот специально покажу поближе. Можно сказать идеально. Одно из финишных движений. Вот тоже нравится, когда все помечено. То есть, часто в Америке так принято все телодвижения подмечать, что нужно сделать. Допустим, вот здесь надо поменять эту штуку. Здесь там подточапать. Где-то там, если надо сделать фотографии, будет написано фотографии. То есть, все это делает или абрейзер, или менеджер, или еще кто-то. И вот touch-up. Это имеется в виду подтампонить. Для подтампонивания мне очень нравится. Я обычно использую вот такие вещи. Такая Желтенькая такая тыкалка. На конце На конце маленький такой этот самый Пушок. И ей очень получается аккуратно делать такие вещи. Завершающую часть видео. Буговки, эмблемки. Сейчас я покажу, что я с этим буду делать. Как я это буду делать. Сейчас поставлю машину в нодль. Вот, кстати, сразу же, как получился передний бампер. Это без всяких доделываний. Это просто как спектрик дал. Так я и покрасил. Для золотого я считаю, что это нормально. Золото оно такое. Оно капризное. Значит, посмотрел я на фотографию. Ну и примерно разметил так для себя, как это должно выглядеть. Значит, у 3М продается вот такая вот штука. Вот такой вот номер. Это адгезивная лента. Адгезив. Это клей по-английски. Вот так вот она пилается. Вот так вот она пилается. И сюда наклеиваются буквы. Сейчас покажу. Делаю первый раз. Очень волнуюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Раз. Дашь собака, а? Либкая капец. Тут обе еще не будут. Два. Ай, сука. Три. Три. Что-то фигово получилось. Сделаем еще раз. Три. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...